Я справлюсь с этим? Ясно. Добрый день, уважаемый президиум! Все устали, но завершающие выступления придется тоже послушать. Спасибо за приглашение, за участие. К сожалению, в прошлом году я не смогла участвовать в этом мероприятии. На первом слайде изображено Балтийское море. Я ходила вчера вечером посмотреть кусочек Финского залива. Я к нему и смогла подойти. Как жалко, что вода здесь далеко. Балтийское море у нас ходит как составляющая часть одного из элементов реабилитации. Создана наша организация 28 июня 2002 года. То есть на этих днях нам исполняется 15 лет. Тоже наш праздник. Вот, Вита. Мы вместе 15 лет на пути к выздоровлению. Миссия организации. Когда создавалась организация по просьбе одного из медицинских работников, очень интересного, хорошего, грамотного врача, организатора здравоохранения, я, честно говоря, не понимала, что это за организация. Она попросила помочь создать белобородовую Наталью Георгиевну. Потом мы вместе с ней, взяв за образец предоставленные документы нам от организации «Надежда» Санкт-Петербурга, нам помогал Евгений Владимирович, устав написать. И вот, как говорит Валентина Алексеевна Чулкова, Вита – это младшая сестра Надежды. И главной миссией нашей была комплексная реабилитация, направленная на продление жизни и качество жизни у женщин с принесенными онкологическими заболеваниями. В основном шел разговор о заболеваниях раком молочной железы. Потом, конечно, здесь же оказались и органы малого таза. И нужно было создать эту комплексную реабилитацию так, чтобы женщины действительно жили хорошо. Но буквально на втором году жизни сами женщины заявили, мы не хотим, чтобы наши дочери и внучки испытывали то, что перенесли мы. И поэтому они сами потребовали что-то делать. Причем одна из них шумела и кричала на одном из заседаний. А что смотрит главный врач? Она тоже врач, эта пациентка. У нас же в коллективе уже несколько случаев рака молочной железы. Почему главные врачи ничего не делают, тогда пришлось объяснить. Наташа, наверное, мы просто должны выйти и рассказать людям, что женщина должна о себе позаботиться и должна тоже пройти обследование. Вот так, собственно, зародилось у нас профилактическое направление. Мы поняли, что нужно помогать, объяснять людям, чтобы они шли на профилактические обследования. И самое главное, нужна просветительская работа. Реабилитационные встречи с пациентками, да, это надо, это хорошо. Но вот здоровые женщины, они остаются в группе риска. Очень важно выявить рана. Поэтому у нас появилось второе направление – это профилактика рака молочной железы. И вот проводятся у нас самые различные мероприятия по комплексной реабилитации. Надо сказать, что за все 15 лет мы не пропустили ни одного занятия, за очень редким исключением. У нас раз в месяц проводится школа пациентов. Это второй четверг каждого месяца в 17 часов. Можно никому не сообщать, люди сами знают, приходят. Четвертый четверг каждого месяца, где-то со второго года, у нас регулярно стали проводиться клубные встречи. Это были философские беседы, это были рассуждения на самые различные темы, о дружбе и любви и прочем, прочем, прочем. Потом родились другие формы. У нас 365 дней в году работает телефон горячей линии для женщин. Он считается для наших женщин. Но вообще-то звонит весь город Калининград, регион Калининградский, и звонят из других регионов России, потому что телефон людям знаком. Очень рано у нас родилась группа лечебной физкультуры. Прошли все этапы, буквально начиная с маленького помещения в поликлинике, потом на каком-то плохом полу в медицинском колледже занимались, но люди рвались на лечебную физкультуру. Пройдя все этапы, мы пришли сейчас к тому, что спорткомплекс «Янтарный» предоставил нам прекрасный зеркальный зал. И это, по-моему, самое любимое занятие у всех, потому что там собирается по 25-30 человек, и уже не хватает снарядов для занятий, не хватает палок, мячей и всего тому подобного. И профилактические мероприятия, самые различные, продолжаются, я уже буду скорб. Ну и проводим мы эти мероприятия, вот у нас разработаны все они, и плюс к тому мы участвуем во многих мероприятиях международных. Вот Оксана Александровна скажет, что мы с ней знакомы с 2004 года впервые. Потом мы встречались в 2005 году, мы встречались в 2006 году и так далее по разным линиям. Мы работаем в тесном контакте, думаю, Николай Петрович подтвердит, с движением против рака и равным правом на жизнь, потому что без этого просто нельзя. И дальше это пойдут просто картинки, фотографии, потому что наша жизнь вся состоит вот из этих картинок. Наши проекты, вот школа жизни с болезнью, она самая различная бывает. Там вот встреча первая с иммунологами, там невролог, флеболог показывает, как наклазывать повязку. Слушатели всегда бывает полон зал. И главный онколог области проводит тоже человек 40-50 всегда собирается на эти школы. Кроме того, так, есть такие проекты у нас. Действуя вместе, открываем новые горизонты. Как я сказала, что мы учим здоровых женщин. Для этого мы выезжаем в разные районы области. Область у нас достаточно компактная, дороги у нас хорошие. И ничего не стоит за полчаса, час или два часа, самое большее, доехать до любого района области. И там проводим вот эти пациентские школы. Люди слушают с большим интересом. Мы приводим, конечно, с собой просветительскую литературу. Я уже говорила о лечебной физкультуре. Вот здесь все этапы ее развития. В том числе, я должна сказать, что вот сегодня говорили много о реабилитации. Это наш самый больной вопрос. Но мы реабилитации учились в Польше. Так получилось, что в те древние еще времена, а мы живем за границей, мы подружились в 2004 году с польскими амазонками. И вот эти польские амазонки, у них уже своя программа. Мы очень многому у них научились. Получилось так, что мы задали вопрос, а есть ли тут у вас оперированные в Эльблонге? Оказалось, да, есть. И буквально в розовом марше, в розовом октябре, мы у них приняли участие в октябре месяце. Это марш против рака. И вы знаете, первая реакция была такая, когда приехали, а ездила делегация и 10 человек в Эльблонг, когда приехали, женщины сидели такие понурые, согбенные и говорили, как у нас плохо. Я спрашиваю, что у нас плохо? А там в Польше женщины вот такие, с развернутыми плечами, с открытыми лицами, а у нас нет. Я говорю, будет и у вас такое же. Просто надо понять, что к чему мы же учимся. И вы знаете, мы до 2012 года были у них ежегодно на маршах в Эльблонге, в Ольштине. И получилось так, что в 2012 году мы провели сами первый марш. Но сейчас я хотела сказать, что вот на правом верхнем снимочке, зал лечебной физкультуры в Эльблонгской больнице. Сегодня говорили о реабилитации. Мне хотелось бы просто помимо моей сегодняшней презентации поделиться вот чем. Мы многому у них там научились. И выяснилось, что у них выписывают на пятые сутки без всяких дренажей и все хорошо. Договорились, что наши доктора поедут, посмотрят, как там оперируют. В Эльблонг приехали, три наших онколога. Из Гданьска приехал профессор, чтобы посмотреть, как оперируют и делают пластическую операцию. Сохрана еще пластическая. И когда закончилась операция, я попросила заведующего отделением, а покажите, как у вас женщины лежат после операции. Сегодня говорили о положении тела. Так вот, очень важно, что рука у них выкладывается на клин специальный, во избежание лимфоэдемы. С самого начала это их положение. Когда я об этом же спросила в Ольштине, а что, всех выкладывают так? А мне удивленно сказали, так это же программа, это же так положено. Было несколько неудобно. Так вот, они начинают и вставать, и все делать в палате после операции. Вторые сутки, а на третьи сутки спускаются в этот зал, и начинается лечебная физкультура. Второй снимочек – это йога. На одном из тренингов в Польше занимались йогой. Интереснейшая была форма. Говорили сегодня об аэробной всякой гимнастике. Год занимаются в зале. А начиная с конца мая выпускной вечер, и они уезжают на каждый понедельник, по понедельникам ЛФК, и они будут проводить на берегу моря вот эту вот дыхательную гимнастику, и все упражнения. До сентября месяца, а потом снова в зал. И вот это продолжение «Жизнь требует движения». Куда бы мы ни поехали, дыхательная гимнастика обязательно бывает на лесной поляне или где-то в другом месте. Психологические тренинги проводили многократно. И самый первый психологический тренинг проводила у нас Валентина Алексеевна Чулкова. Мы в пятом году в Санкт-Петербурге встретились, познакомились, а к тому времени мы имели средства на проведение вот такого большого тренинга многодневного с питанием и со всем прочим. Валентина Алексеева к нам тоже приехала. Это был замечательный тренинг. Мы подготовили первых волонтеров. Десять человек, которые могли уже заниматься с женщинами и могли ходить в стационары. И вот на нижних снимочках последние и предпоследние – это один из тренингов, который проводился в течение недели в Польше. Опять же, семь человек наших женщин принимали участие в этом тренинге. И вот тут катаются они на лошадке, причем там и по заливу тоже. Это входило тоже в реабилитационные мероприятия. А на круглой скамейке сидят, проводят занятия по психологии. Очень интересна была у нас встреча с Ириной Валентиновной Марковкиной. Мы с ней неоднократно встречались. Но вот этот проект мы назвали «Три дня с психологом». Мы договорились о том, что она приедет к нам с разрешения руководства движения против рака. И первый день Ирина Валентиновна провела лекционный. Она рассказала о проблемах после рака молочной железы. Сама показала, какие надо делать упражнения. Зал стоит, делай, как я, повторяет. На второй день было очень интересное мероприятие. Музыкально-оздоровительная программа в кафедральном соборе под звуки большого органа она рассказывала на тему о единстве души и тела. Зал был полон. Это звучала прекрасная классическая музыка и за душу брала всех. И третий день мы провели в национальном парке «Курская коса». Но здесь все вплоть до нее мы танцевали. Это было очень здорово. А когда возвращались обратно, вдруг остановиться пришлось на обратном пути, потому что в это время цвела магнолия, и просто нельзя было не остановиться и не сфотографировать это дерево. И вот самые разнообразные мероприятия, которые у нас проводятся, ведут к тому, что люди перестают чувствовать страх перед жизнью. Они помогают друг другу. Волонтеров у нас достаточное количество. Сейчас в организации у нас по списку около 400 человек. Но реально есть человек 300. Актив человек 100. Ну, такие совсем-совсем активные, которые даже меня загоняют, они придумывают самые разные проекты. То поехали в женский монастырь, то мы проведем фестиваль вот с такими улыбками и со всем прочим. Это уже идет жизнь в другом мире. Она очень красочна и многообразна. Ну, буквально во всем. Провели мы большой проект такой. Он назывался «Жизнь в гармонии с собой и миром. Путь к победе над болезнью». Он состоял из нескольких частей. Первое. Мы провели выставку, которая называлась «Творчество Виты». В пяти номинациях у нас были победители с вручением наград. Лучшая вышивальщица, лучшая вязальщица, лучший художник, лучший фотограф. Ну и так далее. И в музее Мирового океана у нас было торжество, на котором мы пригласили еще детей из областной детской больницы, чтобы они посмотрели, что вот взрослые тети тоже болеют, но они болели, а сейчас вот они такие веселые, и у вас будет то же самое. И вот здесь на этом вручили мы и призы, и книги, и дипломы. И в этот же проект входила экскурсионная поездка в поселок Янтарный. Мы побывали на Янтарном карьере, конечно, все слазили в Янтарную пирамиду и посетили храм. Ну и, конечно, были у памятника жертвам Холокоста. Поэтому жизнь действительно прекрасна, когда она настолько вот разнообразна. 12-й год был, помните, и форум движения против рака проводился под девизом «Развеять мифы о раке». И мы этому посвятили 12-й год. В проекте у нас было проведение очень многих таких вот школ выездных. Потом левый снимочек – это у нас была пресс-конференция. Руководители Министерства здравоохранения, ведущие – онкологи, а с другой стороны – журналисты, которым объясняли, «Не надо людей пугать раком, надо просто проводить просветительскую работу и проводить спокойную работу». А потом у нас вышел буклетик «Развеять мифы о раке» и прошел первый марш против рака. Это мы принимаем участие в форумах движения против рака. Всегда участвовали. И международные мероприятия. Были марши жизни и здоровья. Вот я как уже называла. Мы были в Польше буквально 10 раз. И конференции, и марши. В Киеве, в Минске, в Бишкеке, в Тбилиси. Это проводились конференции. В Вашингтонский университет. Джулия Грылова, Ксения Кун, организаторы, проводили вот эти конференции. И самое последнее проводилось в Бухаресте. И потом еще в Париже были в 2015 году. Европа – Донна. То же самое наш представитель принимал участие. Так что вот такая наша география. А в Вильнюсе я выступала с проблемой паллиативной помощи. Это вот было в Вильнюсе. В Москве были тоже марши. Самый первый марш был верхний рисунок. Первый. Это был седьмой год. И справа на Красной площади пересечь розовую ленточку и сделать первый шаг к выздоровлению доверен нашей Татьяне Строгачевой. Вот она в розовой майке. И наша Линда Лазарева стоит рядом с Дарьей Донцовой на втором марше. А так у нас наши участники и даже в Нью-Йорке тоже были. Левый нижний снимочек тоже достоин внимания. Почему? Потому что в сентябре 2011 года проходил в Варшаве третий Европейский конгресс женщин. Он обсуждал проблемы современных европейских женщин. Присутствовало 7 тысяч делегатов. 4 человека отвиты. Собственно говоря, мы представляли всю Россию. И на одном из секционных заседаний наша Людмила Мельникова выступала и рассказывала о судьбе женщин с проблемами в жизни. Все прошло очень замечательно. Это наши интересные мероприятия, такие как конференция. Так получилось, что мы вошли в контакт и с медицинским центром МИО. Это центр медицинский большой в Соединенных Штатах Америки. Так оказалось, что наша землячка там работает юристом. Она решила организовать такую акцию. Привезти волонтера после рака молочной железы в Калининград. И провести конференцию на тему «Взгляд на проблему с другого континента». У нее болела душа, как о жительнице нашей землячки. А муж ей сказал, раз страдаешь, то помогай. И вот она думает, что женщины не обустроены в Калининградской области. Но мы с ней списались, договорились. Оказалось, что наша организация значительно раньше, чем 10 миль их создана. И вот они приехали. И вот на верхнем снимочке слева в темном – это волонтер из Америки. На конференции было достаточное количество народу. И на конференции эта была приурочена к маршу, то есть это к десятилетию нашему. И в этом году был проведен наш первый марш против рака, в котором принимали участие пять профессоров-онкологов из этого медицинского центра МИО. И они все приняли участие в нашем марше против рака. И вместе отдыхали. А потом были проведены второй, третий, четвертый. И если после первого марша были сказаны такие слова, «Ведь надо, у нас получилось». И женщины так были довольны и счастливы, что все получилось. Но ведь главная цель марша – это обратить внимание общественности, жителей города на то, что проблема есть. Как поляки нам когда-то говорили, как проходит марш, так муж, глядя в окошко, спросит у жены, а ты когда маммографию делала? Вот по-всякому можно ставить эти проблемы. В 2016 году Николай Петрович в нашем марше проходил. Первый и второй марш возглавлял вице-губернатор. Валентина Алексеевна Чулкова на наших маршах была. В этом году в марше приняли участие министр здравоохранения, ведущие онкологи, представители правительства. Ну и завершается таким нескокоминутным митингом, мы не называем, просто пожеланиями здоровья. Вот он был первый марш. Так, а что у меня случилось? Так. А это вот пятый марш, последний. Вот это наша издательская деятельность. Мы выпустили несколько брошюр, буклетов, книжку. Одна из книжек написана совместно «Здоровье женщины» с профессором Кореневым. Ну и памятки и буклеты издаем. 14 июня ВИТО стал лауреатом регионального этапа национальной премии «Гражданская инициатива» в номинации «Сохрани жизнь». Пять наших проектов получили дипломы. И вручен специальный диплом и памятный приз «Хрустальная живая капля добрых дел». Это вот девушки наши стоят в руках с дипломами, и я с этой каплей. А 20 декабря в Москве состоялась торжественная церемония награждения за проекты гражданской инициативы. ВИТО отдельный диплом получила в номинации «Сохрани жизнь» за проект «Жизнь требует движения». Вот это наше любимое Балтийское море, и небольшой город, Зеленоград, курортный. Он хорошеет, он достаточно близко, и мы очень часто туда ездили, и на Курскую косу, и проводили большую просветительскую работу. Даже с социальным отделом заключили договор, что мы будем помогать, и мы действительно часто ездили. Ну, в общем, пришли такие времена, что нам нужно было создавать филиал. И в Зеленоградске он создан. И вот эти все мероприятия зеленоградские, и филиал действует, и мы проводим много совместных мероприятий. Нашим большой реабилитационной работой еще является музыка. Это и органы, и симфоническая музыка, скрипичная музыка, и вокальная, и всякая-всякая другая. Главной движущей силой в работе являются телефонистки. Это 10 наших телефонисток, которые временами превращаются в телефон горячей линии, потому что кому-то на том конце провода плохо, значит, они должны будут успокоить. С ним проводились отдельные. И последний проект, в который мы тоже вошли. Сейчас появились по мгновению руки президента, сказали, что люди, общественные организации должны быть признаны, как проводящие большую работу. И появились добровольцы серебряного возраста. Это люди после 60 лет. Но у нас таких много. И у нас уже есть дипломанты, получившие удостоверение. В 2016 году по заказу ОТР, общественной телевидения России, снят телевизионный фильм «Репортаж о борьбе с раком. Вито значит жизнь». Фильм, который многократно показывали по ОТР. И действующие лица наши, все наши девушки. Ну вот я все, собственно, рассказала. Нас часто везде признают, всюду приглашают. В независимой оценке Николая Петровича наша участвует с самых первых дней. Сейчас немножечко ситуация изменилась. Ну и очень часто приглашают на телевизионные передачи. С открытым забралом у нас выступают не только на маршах, но и в телевизионных передачах, и всюду. И вот мы провели большой, такой у нас был фестиваль, снимок такой. Вито желает всем здоровья. Спасибо за внимание.